Что детям не игрушки, взрослым хобби. Житель Новоберезовского из спичек делает копии всемирно известных зданий. Фаниль Киранов уже смастерил Эйфелеву и Останкинскую башни, на очереди Екатеринбургский цирк. Кропотливое ремесло не единственное увлечение рукодельника. Какие еще подручные материалы использует уральский левша, знает Юлия Анашкина. Вот первая работа, с чего началось мое увлечение, это с Эйфелевой башни. Эта работа у Фаниля не только дебютная, но и самая сложная. Для создания метровой Эйфелевой башни мастеру понадобилось полгода и 9200 спичек. Чтобы все склеилось и конструкция не упала, важен был каждый миллиметр. Сама структура, например, сетки напоминает какой-то ячейки. И приходилось еще, кроме того, что собрать, например, квадрат сам, например, ячейки сделать, но еще добавить сюда, в середину. Вот здесь вот на этом, именно вот этом, это очень тоже было сложно. Этим кропотливым творчеством Фаниль начал заниматься 4 года назад. Посмотрев видео в интернете, мужчина как спичка загорелся необычным хобби. Для него нужен хороший глазомер и терпение. Чтобы построить фигуру, сначала спички нужно разделить на равные части и склеить под правильным углом. Вот этот сам элемент, он уже делится, например, на несколько частей. Вот берется уже со спички элемент и уже вот сюда подгоняется. Естественно, уже измеряется, подгоняется и потом уже только вклеивается. После этого мужчина превратил заготовки в стены всемирно известных зданий. Он смастерил уже три спичечных шедевра. Эфелеву и Останкинскую башню и канадский Сен-Тауэр. Это миниатюрная копия сооружения в Торонто в высоту почти 2 метра. Чтобы она была максимально похожа на оригинал, фаниль добавил красок. У нее есть, значит, смотровая площадка и есть ресторан, например, да, который, по-моему, если я не ошибаюсь, крутится даже, если не ошибаюсь. Вот я как бы сделал этот ресторан, а здесь шахта лифта, насколько я понимаю. И решил сделать немного зеленоватым, как бы, чтобы как-то чуть-чуть четкость какую-то добавить. Впрочем, уральские левша не только строят спичечные высотки, но и собирает мотоциклы из деталей ручных часов. В его гараже семь миниатюрных байков. Вот здесь, например, один циферблат, вот здесь уже полностью другой циферблат, естественно. Звездочки какие-то, вот подножки, зеркальце даже поставил, вот, например, там переключатель, вот еще осталось провода еще маленько протянуть и все. Безрукодельный, рассказывает мастер, он жить не может. Для него это своего рода отдушина, помогает отлечься от забот. Тем более, что сделанные своими руками картины и шкатулки – только украшения. Ну а для своего кота Бориса Михайловича фаниль сделал вот такой домик. Собран этот шедевр из пяти сотен газет. Каждую из них мастер скрутил в трубочку, после чего сплел их в единую фигуру и покрасил. Чтобы создать такую красоту, понадобилось три дня. Но если газетное творение у фаниля всего одно, то на спичечных делах мастер останавливаться не собирается. В ближайшее время он планирует смастерить копии Екатеринбургского цирка и бурж-халифы. Юлия Анашкина, Дмитрий Килин. Главные новости Екатеринбурга.